Приветствуем всех, 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 кто пришел. Второе собрание удивительное, второе служение. Приветствуем ТБН, зрителей, все, кто в онлайн. У нас 180-200 человек сейчас в Ютьюбе закашлял. Сиди спокойно дома, потому что новая зараза пришла, она передается, я не знаю вообще, с какой скоростью, как ветрянка прямо, раз-раз, и все, и все, и не знаю, как вы, но у меня какая-то дрянь посетила меня второго числа, по-моему, началось у меня, голос пропал, кашель вот этот появился, но так как иммунитет спокойно совсем справляется, благодаря многим разным вещам, в том числе, я в это верю, и вакцинкам, и потом, еще после вакцинкам, небольшому ковидосу, и сейчас, ну, достаточно, все просто прошло, просто вот кашлял, и голос пропал. Тогда слух, еще осталось только на слух повлиять, все уже, число у нас пропадало с вами, обоняние пропадало, да, вкус пропадал, голос пропадал, остается слух, и что еще? А, зенки, да, глазки, вот, поэтому осталось только это. Ну, думаю, что минует нас сейчас, а меньше, вот, уже хватит уже, все, все, пора заканчивать с этой эпидемией, надо ездить куда-то, я вам сегодня рассказывал про Израиль, сижу и не могу прям, вот, ну, а как туда поехать? Никак, а хочется, план был в октябре 21-го года съездить в Израиль, был такой план, не только у меня, у многих людей, ну, вот, нет, ну, что теперь делать, из церкви уходить? Нет, останемся в церкви. Да, да, и вообще, ну, ну, в жизни так вот, ну, бывает, что не все так, ну, вот, я хотел по-другому вообще праздники отмечать, а отмечал вот как-то странно, не отмечая вообще, просто, кашлял в 5 утра, просыпался и глючил, и потом, ну, ладно, я до сих пор на работу еще не выходил, все как будто что-то вот не пускает меня на работу, ну, такое бывает. Итак, месяц надежды, год надежды, жизнь наша, это сплошная надежда, и заметьте, только про надежду в Писании написано, она не постыжает. Знаете как? Потому что надежда, это такая форма веры, которая никогда тебе за нее не будет стыдно, потому что бывает, когда ты веришь, и ты говоришь, я верю, я верю в то, что у меня вот это будет, вот это будет, а у тебя этого нет, не происходит, и тебе как бы стыдно, ну, ты такой еще человек, там, наговорил, наобещал всем, что у тебя это будет, ну, что, ну, я взаймы, знаешь, почему взаймы берешь? Потому что ты веришь, что отдашь. И ты так смело занимаешь, а потом не можешь отдать, и вера твоя, она подвела тебя. А человек, который тебе дает, он не верит, что ты вернешь, он надеется. И когда ты возвращаешь, он говорит, о, я надеялся, где-то внутри я надеялся, что внутри меня была какая-то часть веры, которая говорила, что ты вернешь. Вот поэтому, как бы, здесь такая вот вещь. И я хотел бы дать вам такую историю рассказать, историю, которая меня вдохновляет. Потому что я помню раньше, там, в каких-то годах, 90-х, там, ты ездишь на конференции, и на этих конференциях человек, там, проповедник выходит, я прям помню, он такой говорит, у меня есть 4 пункта, другой вышел, у меня там 9 пунктов, там, у меня 10 пунктов, и там, вот у всех всегда есть пункты счастья. И я понял, что, когда ты записываешь пункты счастья, то чаще всего ты записываешь этих людей пункты счастья. И часто очень это к тебе не имеет никакого отношения. Потому что они приезжают из других стран, с другой экономикой, они приезжают из других культур, с другими культурами в семье. И поэтому, когда ты приезжаешь на семинары по семье, и преподают люди, иностранцы, они говорят, вот 9 пунктов семейного счастья. Слушайте, в России должно быть 30 пунктов, чтобы у тебя было семейное счастье. У вас должно быть все разграничено дома, в семье, с детьми, и так далее. Тогда у тебя, и у тебя со временем рождаются свои пункты. И я заметил, что то, что одних вдохновляет, вообще не вдохновляет других. И я пришел к удивительному выводу. Я вам буду рассказывать то, что меня вдохновляет. А вдохновляет вас это или нет, это уже не мои проблемы. Меня это вдохновляет. И это Слово Божье. Знаете, я как-то, когда я посещал Израиль первый раз, да, я вам рассказывал много раз. Если нет, там, пересмотрите какие-то мои проповеди. Может быть, я там упоминал. Но просто, чтобы не повторяться, я увидел эти часы. Вот эти часы, которые тикают, и мировое время, оно тикает. Без разницы, что сейчас происходит на вид, но часики Божьи тикают. Здесь же, в Израиле, у меня было другое переживание, которое описано в 28 главе книги Бытие. 28-10. Иаков. В 10 стихе написано. Иаков же вышел из Версави и пошел в Харан. Зачем в Библии постоянно есть какие-то названия? Да названия какие-то иногда неудобовразумительные вообще. Там какие-то перечисляются люди. Потому что у каждого названия есть определенный перевод и значение. И ты можешь как образ это в своей жизни иметь. Потому что Харан город, он встречается в трех, как минимум, поколениях, которые мы видим. Это до Авраама в Харан пришел Авраам отец. И остановился там. Авраам гонял мимо Харана. И вот мы видим, как Иаков в Харане оказывается. Харан это один из переводов этого города. Это город как бы огромного количества дорог. Или, ну, как перекресток семи дорог. Вот есть такое выражение, такое, что ты стоишь на перекрестке и можешь пойти в любую сторону. Выбрать заново свою новую жизнь. И вот Харан очень часто был определяющим таким городом, где ты до определенного момента дожил, и ты оказываешься в Харане. То есть вот я не знаю, как с вами, ну, даже, например, элементарно. Вот ты встречаешься с девушкой. Все, она тебе все нравится. Вы совпали. Тебе нравится, как она там пахнет, как она выглядит. И все остальное прочее. И вы, у вас любовь, вы объявляете помолвку, у вас все честно, все. И вы, у вас свадьба, венчание, свадьба. И у вас добро пожаловать в Харан. Потому что она, оказывается, вот прям перекресток прям. Не магазин и не пятерочка. Она прям перекресток. И ты прям реально попал прям потом. И ты привык жить с ней. Вы дорогу протарили. У вас все социальный договор. Она не трогает твои вещи, ты не трогаешь ее вещи. Все, потому что она при транспортировке мужских носков, она может их сломать просто. Вот, или сломать простынь. Но у тебя в какой-то момент все превращается в порядок и чистоту. И потом рождаются дети. Опять Харан. И у тебя так всю жизнь. Новая работа, Харан. У тебя новые какие-то вещи. У тебя каждый раз туда попадаешь. И вот Яков. Но Яков попадает в этот город по причине жуткого конфликта. И бегство от своего брата, который хотел его убить. И он туда бежит в панике. Он переживает трудное время. И он скрывается от брата. Он не знает. В то время, вы поймите, вы очень часто, ну не вы, а мы, мы очень часто неправильно трактуем варианты жизни. Потому что думаем, что тогда было как сейчас. Нет. Тогда не было как сейчас. Не было дорог, по которым можно было бы идти и фонари светят. Ты не мог ночь когда включить фары и дальше ехать. Включить фонарик, что-то найти. Или идти на какой-то ориентир, где-то свет горит. Ничего нигде не горело. Если ночь наступала, все. Свет выключался. По полной программе он выключался. И вот он идет. И он так засуетился, Яков, что даже забыл в счет времени. И в какой-то момент, смотрите, что происходит. И пришел на одно место. И остановился там ночевать. Потому что зашло солнце. Вот смотрите, как оказывается все просто. Потому что зашло солнце. Люди того времени были прекрасны. А, ночь? А, спать. Подушка? А, камень. Раз, под голову. Положи сейчас свою голову на камень. Попробуй в тиктоке-то. Тикток с камня смотреть. Устанет быстро ухо. Ну и сотрется часть твоей головы. Но здесь он укладывается спать. Пришло время спать. Люди древние, люди восточные знали одну истину. Если солнце зашло, нужно ложиться спать. Слушайте, это настолько сохранило им здоровье. Настолько держало их здравие. Что человек бежит. Он весь испуган преследующим его родным братом. Но, извините, ночь. Надо спать. И что происходит в этот самый момент? Смотрите. И увидел во сне. Увидел во сне. Вот лестница стоит на земле. А верх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят, нисходят по ней. И вдруг он видит лестницу. Вот ты знаешь, для меня лестница Якова это настолько, ну, важная веха в моей жизни, что я понимаю, ты весь в суете, ты в маите, у тебя все плохо, ты бежишь, ты все-все-все. Ну, вот надо уметь как-то остановиться. И когда солнце зашло, а солнце в Писании же много раз написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. Или там, я придумываю солнце, да не зайдет в страхах ваших, в шугах ваших. Когда солнце заходит, нужно успокоиться и лечь спать. Вот во время бури, во время каких-то переживаний, с которыми ты не можешь ничего сделать. Ну, ничего он не мог сделать с тем, что брат за ним гонится. Ничего, он мог только убежать, но бежал до определенного момента, он примерно знал, что брат сейчас занимается тем же самым. Солнце зашло, брат спит. И с ножом, с желанием его убить, ну, скорее всего, тоже спит. Ну, не найдешь ты его в темноте. И он тоже лег спать. И вдруг он видит эту лестницу. И знаешь, эта лестница для меня всегда означает одно и то же. Что бы ни происходило в моей жизни, как бы моя жизнь не фонила, не было, на мой взгляд, все плохо, где-то рядом со мной, в том числе по поводу меня, есть и продолжается движение Божье. И вот он в этот момент, смотрите, что происходит. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Якова, землю, на которой ты лежишь. Впервые и единственный раз в Библии больше нигде не написано землю, на которой ты лежишь, я даю тебе. Везде написано землю, на которой ты стоишь. Но здесь мы видим, даже во время прославления, мы с вами поднимаемся и поем, правильно? Ну это какое-то почтение к Богу. Этот же парень так хорошо лег, что видит лестницу, ну зачем вставать, там Бог, ну полежу. И Бог смотрит и говорит, ну не встал, ну ладно. Ну значит, на которой лежишь, я даю тебе. Потому что многие религиозные обряды, оказывается, Богу не так важны. Не так важны, важно отношение твоего сердца и видишь ли ты, что происходит на самом деле. И он говорит ему дальше, я дам тебе и потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься, в общем, везде, везде, везде распространишься. Он убегает, спасает свою жизнь. Он примерно не предполагает даже, что он доживет, потому что за ним гонятся. Идет в непонятное место, где будет выбирать, в какую сторону ему двигаться. Там и тому подобные вещи будут происходить в его жизни. Будет происходить масса всего. Он влюбится в одну даму, прекрасную даму, будет за нее семь лет работать, после этого ему подсунут другую. После этого он будет работать еще семь лет за эту. Эту ему отдадут, но забудут дать ему деньги заплатить за все. Он начнет там эти превращения овец, и козлов, и коз, и полосатых, и крапкиновых, и всех остальных. Там будет все это происходить. Будет обратно. Он будет обратно пробегать, этой же дорогой, и здесь же опять остановится, только другие будут гнаться, чтобы убить его. Такая история у него, веселая жизнь у этого парня будет. Потому что он начал ее с обмана, и будет он до конца жизни пожинать плоды этого обмана. Но он, тем не менее, в конце он придет к удивительным событиям. Удивительным событиям мы, наверное, коснемся, но Господь говорит ему главное, и вот я с тобой сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Яков не совсем понимал до конца Божьи обетования, которые были, но Бог ему говорит, ты, Яков, не переживай. Ты много куда пойдешь. Много кто тебя куда пошлет, пошлет и побежит за тобой. Вот много чего будет. Ты, главное, запомни самое важное. Лестница твоя всегда есть. Движение Божие всегда где-то есть. Рядом, параллельно, где-то есть какая-то тема, в которой Бог будет продолжать тебя благословлять. И что бы с тобой ни происходило, Он говорит, и сохраню тебя. Я буду с тобой. Сохраню тебя везде, куда не пойдешь. И в итоге возвращу тебя в эту землю. Потому что Божий план, наверное, идеальный план жизни Якова, что Яков на том же самом месте, где был, там оставался, жил на этой земле, но он будет болтаться, он будет гонять. Вот как наша с вами жизнь? Она, ну, Бог знает, как идеально. По большому счету, мы знаем, как идеально. Мы знаем, как лучше. Вот так бы, вот так бы. У кого-нибудь когда-нибудь было, вот все, как он хочет. Вот, ну, кроме тебя, конечно. Вот, у тебя-то, ты удачно очень зам, что вышла. А вот, ну, на самом деле, нет, у нас у Даши все, как она хочет. Вот у нас есть средняя дочь, вот у нее все по плану, по ее происходит вокруг нее в жизни. Потому что как-то она умудряется, ну, настолько нас как-то заманипулировать как-то, все. И мы, значит, решили эксперимент провести. Мы говорим, мы уехали тут на три дня, и мы говорим, Кристин, старший, уроки там, Даша, все, ты за старшую остаешься. Даша, примерно через четыре часа уже, Даша жила в своем темпе, а Кристина все для нее делала. Ну, это как-то вот, ну, это единицы такие. Но мы, как правило, мы живем, ну, все не так, ну, не до конца так, как нам бы хотелось. Первый раз тебе нравится, и все как всегда, это когда ты первый раз в жизни в Турцию едешь. Вот нам все нравится. Три звезды, помои, которые ты ешь, ну, все нравится, вот все нравится. Но заметь, в следующий раз, когда ты приезжаешь туда в пятерочку, вообще, это все не думает, и все, ты опять превращаешься в тому, кому все не так. Море не такое, это не сякое, сон слишком жаркое, ветер слишком быстрый, или его нет, надо будет духота. Ну, мы такие, мы люди, которых нет. Но Бог приготовил свой план, и его план был, чтобы Яков оказался здесь. И в итоге, Иаков оказался здесь. То же самое, каждый из нас с вами. Степень нашего, нашей болтанки в жизни зависит от нашего принятия Божьих планов в нашу жизнь, либо непринятия. И поэтому он будет тебя вот так вот клашматить. Итак, Иаков видит эту лестницу, видит все, и мы от Иакова перемещаемся к апостолам. Апостолы прекрасные ребята. Мы очень часто с вами, А, апостолы, они вот как примерно, мы смеемся, они в призраков верят. Знаешь, вот я помню, прям проповедники проповедуют. Апостолы верили в призраков. Ха-ха-ха, когда увидели Иисуса, идущего по воде. Я вот думаю, ты вот когда вот каким-нибудь, одним глазком, фильм ужасов в детстве смотрел, ты вот во что верил вообще? Да ты до сих пор. Та-а-а! Я недавно, где, это, я утром проснулся, иду наверх, на второй этаж, чтобы, ну, снова, воды попить, правильные таблетки принять, чтобы жить вечно. И я, значит, выхожу, и мне там дверь надо открыть, и наверх лестница. То есть я дверь открываю, а в это время, вот так прям, стоит супруга моя, с этой водой как раз. И она шла мне навстречу, а я такой еще в полудреме, и я открываю дверь, и вот она вот прям, она прекрасна, ты красива, спору нет. Ну, ты не представляешь, как я испугался. Я прям, а-а-а! Я прям, и у меня сразу появилось место для воды. Вот, я стал пить, но, ну, знаете, это было, а-а-а! Все, а и мы смеемся над кем-то, вот он там, это, верит в призраков, да мы и похлеще всего боимся, чем они, но тем не менее. Итак, и вот мы с вами отправляемся в Марка, в четвертую главу, и мы с вами рассматриваем, в Марке четвертой главе, я думаю, четвертый стих, с четвертого стиха, нет, четвертая глава, тогда десятый стих, если бы десятая глава, был бы четвертый стих, или нет? Он отправляется, мы, говорит, переправимся сейчас на другую сторону, он говорит. Марка 4,35, будет, так будет точнее. И он говорит, вечером того дня сказал, переправимся на ту сторону. Он говорит апостолам, переправимся на ту сторону. И перед этим все, четвертая глава, наполнила чудесами, исцелениями, кормлениями. Вообще все, там было все настолько прекрасно. И он говорит, ребят, переправимся на ту сторону. И они садятся в лодку. Он сказал, переправимся, и пошел спать. Это известная история, но смотрите, что происходит в этот момент. Налетает буря, и там начинаются такие разные проблемы. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. И, ну, слушайте, если Библию читать внимательно, то очень интересная книга. Ну, вот просто, вот вчитайтесь прямо. Они, отпустив народ, взяли его с собой. Знаете, почему они его взяли с собой? Он был в лодке просто. То есть, ну, не выгонять же. Ну, он говорит, переправимся, и в лодке. Они такие, ну, в лодке, ну, пусть с нами едет. Ну, какая-то вот такая вот тема. С ними были и другие лодки. А, лодки, в общем, все, лодки. Марка, он не был там в этот момент. Марк, он вообще, мне кажется, он еще не родился, когда происходили эти события. И он говорит, там еще и другие лодки были. И он написал, ты знаешь, сейчас это, смотришь какой-нибудь ролик, тик-ток, и там этот, человек говорит, многие меня спрашивают. И там на фоне его жена кричит, да кто тебя вообще спрашивает? У нас же вот этих блогеров. И вот здесь то же самое. И там были какие-то лодки, они в лодку его положили. Ну, факт в том, что они оказываются в шторме. И в какой-то момент, смотрите, что происходит. И главное, цепляйтесь всегда к словам. Цепляйтесь к словам. Вот женщины должны мужчинам, мужчинам научить этому искусству прицепляться к словам. И что ты имел в виду? У женщин даже у смс есть интонации. Я заметил такие вещи. Это, почему, знаете, откуда вот эти эмоции все появились? Это женщины придумали, чтобы добавить вот... Вот если я... Это так я написала. Ты не понял? Тогда она змею там в конце присылает еще. Я злая писала это. Вот, ну, им надо. Поэтому-то они напридумывали этих вот штук. Поэтому они вот и читают так же. Смотри, смотри, что она написала мне. Я говорю, да вроде я вот не читаю, что прям вот так-то вот она написала. Даже не добавлено ничего в конце. Но тем не менее. А если там ноготочи в конце? Это на всю ночь ей. Утром проснется разогнанная. Да она не спала. Она точки, тире, точки, тире. Азбуку мороза тоже женщины придумали. Что... Так же они нам мозг туда выносят? В итоге это просто в мороз. У мужчин так. Он приходит с работы. Злой. Весь. А в это время ему... И он как мороза. Как он не понимает мороза, так он не понимает, о чем ты с ним разговариваешь. Тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Мы с дочерью идем, с моей. Я рассказывал, ну, еще раз. И дятел бомбит дерево. И мне Маша говорит, пап, и как у меня так голова не болит? А я говорю, ну, так вот, не болит. Хотя, говорю, нет. Болит, видимо. К вечеру. И он устает. Ну, как мама твоя. Вот. И все. И вечером женщина устала, и у нее болит голова. Что она делала в тот день? Морзе. Азбуку писала. У тебя. На затылке. Вот. Если люди, которых минует на челе 666, там уже жена все продолбила. Вот. Итак. Поэтому прибивайтесь, не бойтесь. Итак, смотрите. Поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, возглаве. Его будят. Представляете? Будят его. И что говорят? Смотрите внимательно. Тебе нужды, что ли, нет? Мы погибаем. Не твоя молитва? Прям моя. Не знаю, может быть, не твоя, но я каждый раз. Где бы я ни был, куда бы я, как бы я ни оказывался. Господи! Смотри, какие обстоятельства. С деньгами вот. За здоровьем вот. С этими вот. Дети не слушают. Все меня... Тебе дело, что ли, нет? До меня. И вот это эхо уходит среди гор, когда ты один. Тебе говорят, дело, что ли, нет? Тебе дело, что ли, нет? Они спрашивают человека, который на минуточку с ними в лодке, который, судя по тому, что они стоят, а он лежит, утонул бы первый. Тебе, говорит, дело, что ли, нет? Ну, они в любой молитве, в любой суете, мы в первую очередь вспоминаем, что своя рубаха ближе к теме. Наша тема самая важная. Самая важная моя рубаха. Она ближе всего мне. Я, я, мне, я погибаю, мы, что происходит? Но Иисус просыпается, он буря запрещает, волнам утихни, сделалась великая тишина, Писание говорит, и он им говорит, вы че вообще? Ну, и сказал им, вы че так боязливы? Вы че так боязливы? Ну, он же, я же сказал, переправимся. Я не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни, чаще всего, чаще всего бывает так. И я, мама дорогая, все плохо, все плохо, куда бежать? Что делать? Где огнетушители? Где лестницы? Где? Спасайте меня багром, что-нибудь помогите, спасите. И вдруг, раз, и все оказывается хорошо, все разрулилось, половину суеты, ты зря суетился, только хуже все сделал, еще там наврал, что-то наизвивался, стыдно тебе. Ты идешь, а Бог все устроил. А все так сложилось. А жизнь вдруг раз, и все исправила. И ты думаешь, а как так-то? О, Господи! И ты молишься, как Господи, вот в следующий раз, когда будет шторм, я знаю, что делать. Я просто лягу рядом с тобой и буду спать. И вот следующий шторм, и ты опять будешь его, но тебе так кажется, что он спит. Тебе кажется, что Бог, он забыл про тебя. Он уснул по поводу тебя, по поводу твоих там жалоб, обещаний, или твоих проблем. А на самом деле, ты просто проходишь нормальный, добрый процесс перевоспитания в своей жизни. Этот процесс не убьет тебя. Этот процесс ничего с тобой вот такого не сделает. Ты станешь лучше. В Писании мы прочитаем Римлянам 8,28, при том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, любой шторм содействует ко благу. Кто из вас хотя бы раз отводил детей в садик первый раз? Ты ввел в садик детей. Представляешь, я делал это три раза. Нет, я делал это один раз с третьим. Двух других отправляла супруга моя. И ты же ощущаешь себя, я не знаю, каким-то предателем, когда ты... Это ее хватает, воспиталка ее хватает. Так, папа! Никогда она в жизни так не... Папа! Ее утаскивают в группу, и тебе... И ты такой... А-а-а! А воспитатель... Уходи, уходи! И ты такой, в смысле, чужой человек, забирай, уходи! Да она видит тебя... А-а-а-а! И ты едешь... Я прям... Ты едешь на работу в машине, и каждый раз останавливаешься. Нет-нет, надо вернуться, забрать. Надо вернуться, забрать. Но нет-нет, ты должен тебя... А-а-а! Ну, с третьими так было. Первых двух я, наверное, не любил. Вот, но... Но я... Их любила, Лен. Я еду. Предатель, предатель. Но, ладно. Что происходит с ребенком в садике в первую неделю? Она начинает болеть. У нее появляются неведомые зеленые вещи из носа. Она чишет, кашляет, и после первой недели хождения в садик ты оставляешь ребенка дома недельку попить витамин С. Что произошло с ребенком? Он попал в коктейль, который устроили предыдущие дети. Это коктейль из бактерий, вирусов и всего остального. Вот как мы сейчас будьте здоровы сказал ты и пошел пить парацетамол. Но смысл когда человек рядом чихнул будьте здоровы ты кому это сказал? Я себе обычно это говорю. А он чихает, я говорю буду здоров. Все равно. Что даже чихать тебе на меня. Но идея вся в том, что иммунитет начинает работать и через неделю ребеночек как новенький идет в этот садик, ходит туда месяц, опять что-то хватает, возвращается обратно. И садик он такой, знаете, реально вот римлянам 828 в ребенку в садике все содействует ко благу. Это еда какая-то безумная, пустая, сумасшедшая еда, даже какие-то печеньки. Все ему ко благу ребенку я смотрю. Почему? Иммунитет развивается. Он как вот эти маленькие прививочки получает на уровне садика. Я видел людей, которые не водят в садик детей. Они приводят их сразу в первый класс. Знаешь, что они получают в первый класс? Ром все то же самое. Только вот этот бульон из первоклассников он еще хуже влияет на ребенка, потому что у них совсем подготовленная вот эта иммунная система для борьбы со всем этим вирусом. Все содействие ко благу. А мы тащим в садик все. Я заметил, вот как сейчас также с этим коронавирусом. Вы заметили, что вот всем уже все. Даже QR-код нужен для входа. Я недавно, я собираюсь на выставку на одну в Москву. Я загрузил по ошибке QR-код. Знаете, какой? С посылки. Ну, у меня пришла посылка с пилюльками. Вот. И там QR-код, чтобы отсканировать в постамате. И я его сфоткал себе. Ну, в телефон, чтобы прийти и там сделать. И сижу между QR-кодом настоящим, своим, с прививкой, которую я должен загрузить. Я просто бахнул этот код с посылки. Знаете что? Я успешно зарегистрировался. Я понял, что я приду туда. Мне скажут, представитель компании iHerb, что ли у меня будет написано. Это посылка, там, витамин С пришел. Вот. Ну, из других отхаркивающих средств. Ну, как-то зарегистрировался, я не знаю. Я потом поменял, что-то все. Я второй код загружаю правильно, смотрю, все уже. Я зарегистрировал. Ну, ладно. Пойду с посылкой. Но, знаете, это мы, нам всем без разницы совершили этот коронавирус. Также охранники на входе сейчас проверяют. Все, недавно было исследование, чего охранник насканировал. Там показывали, значит, с курицей вот, QR-код у него. Ну, у него же остается все, что насканировали. Там чего только нет вообще, кроме прививок. Вот. И поэтому, и ты сейчас ходишь, и мы так же относимся ко всему этому. Я не думаю, что это там правильно. Ну, тем не менее, такая вот жизнь. И в садик точно так же. У меня дочь приходит из садика однажды и говорит, я завтра в садик не пойду. Я говорю, почему? У меня псы. Я ни разу не слышал, чтобы из-за псов не ходили в садик. стая какая-то бегает. Оказалось, ну, не псы же, да, там, вши. Вот. Но не я пришел в садик ее, привел с шами. Какая-то мать? Отец, скорее всего, трет, ее причесывает, там что-то, и смотрит, и где-то, чешется так, ребенок сидит. Он говорит, а ладно, что-то все равно на работу пора. И он говорит, ну, он прекрасно понимает, что она сейчас передаст это всей группе. Ну, и что? Откуда у нас ветрянка у всех у детей? Кто-то сидит дома, смотрит, по ребенку образуются красные штуки. Он закрашивает их зелеными. Ну, а чем? Как еще с ветрянкой бороться? Красные пятна закрашиваем зеленым цветом. Берем ребенка и притаскиваем его в школу, в садик. В итоге все, закрывается, вся группа на карантин, все зеленые холчонки ходят по домам. А ты принес все, тадам, все ко благу в итоге. Потому что, когда у тебя дети болеют ветрянкой, что первое ты делаешь? Вспоминаешь. Было у тебя или нет? И потом, понимаешь, было. Фу, слава Богу за ту мамашу неудачную, которая притащила тогда в группу это существо зеленое. И я тоже стал зеленым. Вот. И ты, и ты думаешь, фу, повезло. Почему? Все ко благу. А тогда ты не ко благу это думал. Тогда ты думал, а, шишки, а, все плохо. На самом деле, все в итоге оборачивается. Так же и жизнь эта, в которой мы с вами живем. Иаков убегает. Но Иаков был, ну даже прозвище у него, хитрец, обманщик. Вот Иаков один из переводов. И он, что-то все где-то обмануть, и так далее. И жизнь, как начала его в ответ обманывать. Но он прошел такой процесс, что в итоге он становится тем, кто основал все колена израилевые. От него пошли уже поколения целые, которые всю нацию создал. И он именно на нем, Бог заканчивает называть себя Богом других. Он говорит, я Бог Авраама, Сака и Акова. Дальше не перечисляет. Почему? Ну там за некоторых, наверное, ну не хотел бы он, чтобы знали, что он был с ними связан. Но, но мы видим другого человека. Мы видим другого человека. Ну, тяжело называть себя Богом, человека, который предложил брата родного убить. Ну, а там было, 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 было. Поэтому он говорит, ну давай оставим это. Ну, все-таки перечисления, хватит и трех. Пусть их историю читают. Апостол Павел отправляется в плавание не по своей воле. Он в 27 главе книги Деяний попадает в шторм. И вот суета была, и это от имени Луки, мы читаем, не от имени Павла. 19 стих. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. А уже все. Ничего значения не имеет на этой земле. И вот они настолько во всем разочаровались, что стали выкидывать даже сумочки от Шанель. Они все выбрасывали, все свои вещи, и плывут, болтаются в этом корабле. Дальше написано, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и не продолжалась немалая буря, то наконец, мне, ну тебе нравится, он как-то опять, наконец исчезла всякая надежда нашего спасения. И она у них, ну, ну, наконец, знаешь, вот так вот ходит, дамочка ходит, никак это замш не выйдет. Смотришь, она просто, у нее такие требования, такие требования, такие требования. И вы знаете, когда более-менее у нее появится молодой человек, когда наконец-то у нее исчезнет надежда пояска принца. И она примет рядом вот это, и песню споет, я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. Вот, ну, и стерпится, слюбится, как сказал Яков, и пошел работать за вторую жену. Но, это же придумали они все там, в тот день. И смотрите, что происходит. Смотрите, не было солнца. А что они делают, когда нет солнца? Что надо делать, когда нет солнца? Спать. И вот смотрите, я утверждаю, что апостол Павел был самый крутой апостол на земле. Почему? Потому что, если бы они в этой лодке плыли, и он там с ними был, он бы и с Иисусом спал. Он не суетился. И смотрите, что происходит. Павел апостол в 22-м стихе. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Сразу видно, корабль был не его. И он, я такой, знаешь, это как, на машине с кем-то едешь, и как-то вот, когда не твоя машина, да проедем! Вот, ну, ну, реально, вот, что, вот, да у тебя полный фрюк, да она высокая. И думаешь, смотри, видео сниму, если еще и не проедем, лайков-то больше соберет оно. И ты, и он говорит, 23-й стихе, ибо ангел Бога, которому я, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь. Когда он явился ему? В эту ночь. Когда он что делал? Спал. И что он обновляет им? Исчезнувшую надежду. Он говорит, эта надежда исчезла. Павел говорит, вот стоп, вот на моменте исчезновения надежды Бог вмешивается, потому что никогда надежда не постыжает. И он приходит и говорит, ребята, спокойно, в эту ночь. И сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкистрем. Что он сказал Иакову? И я верну тебя в эту землю. Ты проживешь огромное количество всяких ситуаций. Будет сложно, не сложно, но ты в итоге окажешься на этой земле. Корабль тонет много дней, несколько дней, три дня только они вещи выкидывали, потом вообще у них исчезла надежда. Но цель Павла была предстать предкистрем. И он сказал, не, 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 Павел, ты не переживай, корабль утонет, там стоятельство, жизнь, там змея потом тебя будет кусать, там даже много всего интересного потом происходило. Это же не просто с кораблем. А тебе нужно предкистрем предстать. У нас у каждого есть Богом запланированная судьба. Есть план Божий на жизнь каждого из нас. И вот что бы ни происходило, лестница Иакова всегда находится. в движении ангелов по поводу в том числе и тебя, и жизни вокруг. Иаков запомнил это раз и навсегда. Потом Иаков пришел обратно в эту землю. Примирился после Пенуэла с братом. Все было хорошо. Все было прекрасно. Но его дети рассказывают ему историю о гибели его родного сына, любимого сына, любимого сына. Он гибнет. После того, как сын погиб, он продолжил жить дальше. Жить в какой-то надежде, что они, может быть, встретятся потом, по воскресенье, как Авраам, когда он шел приносить жертву Исаака, говорил, мы вернемся обратно. Не знаю, что двигало Иаковым, но он знал про эту лестницу. И в какой-то момент наступает адский голод в стране. Просто прекращаются дожди. Еда становится безумно дорогой. Ты раньше приходил в Спар, покупал все на 500 рублей целую тачку. Сейчас туда приходишь, две с половиной тысячи, и ты с корзинкой. И ты, ну все дорожает. Вдруг ты смотришь, Иаков смотрит и говорит, ну кончается еда, все. А где-то есть хлеб. Где? Иаков говорит, в Египте есть хлеб. Мы слышали там кто-то, чего-то. В Египте есть хлеб. Иаков живет с ощущением, что у него нет сына любимого, и что все плохо, потому что голод. А что на самом деле происходит на земле? Тот самый его сын приводит Египет к процветанию, собирая всю еду для того, чтобы Иаков обратно вернул себе сына и бесплатно проживал на территории Египта со всеми своими детьми. Выглядит все, как голод и нет сына. А в это время все вообще не так. То же самое наша с вами жизнь. Мы пугаемся, суетимся, рассматриваем негативный сценарий завтрашних, послезавтрашних переговоров и встреч. Мы смотрим, как там, что у нас получится. Мы прокручиваем в голове все, что угодно. И чаще всего негативим, потому что природа такая у нас, поганая. Но есть всегда лестница Иакова и всегда есть какое-то движение Божье. И в момент, когда апостолы вычерпывали воду, если бы они спали, мне кажется, они пережили бы такие бы сны с Богом, с Иисусом, когда было бы у них все спокойно, и они бы, ты лег во время бури, проснулся, а там, а уже берег, а уже все хорошо. То же самое здесь. Здесь Яков, он обретает обратно сына и попадает в полное процветание по финансам и по поводу еды. А выглядело все не так. То же самое Павел. Все у них исчезла надежда. Когда исчезает надежда, что нужно делать? Идти поспать. Поспать. Ничего ты с этим штормом не сделаешь. Слушайте, ну ничего вы не сделаете, например, с зимой. Ну ничего, нет. Ничего вы не сделаете с курсом доллара. Вот вы здесь сидящие, ничего не сделаете с курсом доллара. Я даже больше тебе скажу, мы молиться. Господи, пусть курс, там доллары или чего-то еще, акции, баба акции. Слушайте, ну чего мы сделаем? Что нужно сделать? Увидеть лестницу Якова, снова обновиться в надежде. Ты никогда ничего не сделаешь со своей женой. Я больше тебе скажу, очень сложно что-либо сделать со своими детьми. Многие меня спрашивают, секреты воспитания детей. Я знаю, как неправильно. Вот это я могу тебе рассказать. А как правильно, я вообще мало встречал, кто знает. Я посмотрел на мужей божьих, Яков, вот, например, тот же Яков, что он был плохой отец, но прекрасный отец. Он был отец, который знал Бога лично, с которым Бог вот так разговаривал. А что у Якова были безупречные дети? Спросите у Иосифа, какие были у него безупречные братья. Писание вообще говорит о том, что когда они его продавали в рабство, египтянам, он так орал, так кричал, орал, так упирался, что они помнили это всю свою жизнь. Потому что в конце, когда они узнали, что это Он, и напугались, немного так, они вспоминают, посмотрите, в Библии это написано, они говорят, помните, как Он орал, когда мы это делали? Представляете, у них в ушах было, помните, как Он орал? Знаете, что Он сейчас с нами за это сделает? Вот так примерно они это... И они помнили, и то же самое, нет ничего идеального на земле. Посмотрите на детей Давида, он тоже не знал, как их воспитать. Нормальные дети были только у Саула. Но он, Саул, что-то с Саулом какой-то сбой произошел. И мы не понимаем, как до конца где. Поэтому наша надежда на Господа, Он вырулит, Он разрулит. Поэтому смотрю на своих детей, благословенный до тысячи родов. Так написано в Слове. И я провозглашаю Слово Божье. И вы в свою жизнь возьмите Писание. Вот знаете, наполнитесь библейскими местами. Если Иисус сказал, переправимся, ну вычерпывай воду, ну знай, что переправимся. Ну, 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 нет, какая-то суета, мы на работу ходить надо, нужно общаться, все. Ну, слушайте, ну как-то вдохновиться надеждой. Вот этот месяц надежды, ну наша жизнь вся состоит из надежды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин